Инвесторы поверили в рост Инвесторы поверили в рост, но не спешат тратить накопившуюся наличность Газета «Коммерсант» номер 69 от 18 апреля 2019 года, СТР 8 портфельные управляющие ведущих инвестиционных фондов с меньшей опаской начали смотреть на перспективы развития мировой экономики Инвесторы воодушевлены позитивными данными из США, Китая и Европы, а также рассчитывают на торговое перемирие Хотя доля наличности в портфелях остается на неизменном уровне, они увеличивали вложения в рисковые активы Международные инвесторы почти перестали опасаться замедления темпов роста мировой экономики, свидетельствует апрельский опрос Bank of America Merrill Lynch Портфельных управляющих В анкетировании приняли участие представители 239 фондов с активами 664 миллиарда долларов Число управляющих, ожидающих ухудшения состояния мировой экономики в ближайшие 12 месяцев, только на 5% превысило число тех, кто продолжает ждать высоких темпов роста мировой экономики Улучшению настроения инвесторов способствовали статистические данные по ведущим экономикам мира В марте индекс деловой активности PMI в промышленном секторе Китая вырос с 49,9 пункта в феврале до 50,8 пункта Аналитики ждали увеличения показателя только до 50,1 пункта В США индекс PMI вырос с 54,2 до 55,3 пункта при прогнозных 54,5 пункта В еврозоне показатель снизился с 51,9 до 51,6 пункта, хотя аналитики ждали более сильного падения до 51,3 пункта По словам портфельного управляющего УКТФГ Филиппа Давыденко, настроения меняются в зависимости от конъюнктуры выходящих новостей по поводу переговоров между США и Китаем по торговым спорам Инвесторы ожидают, что компромисс будет найден и мировая торговля продолжит развиваться, что будет способствовать росту прибыли крупнейших мировых компаний Уменьшение опасений относительно перспектив мировой экономики позволяет инвесторам принимать более высокие риски Объем средств, направляемых на покупку акций, достиг максимального значения за последние шесть месяцев В апреле число управляющих, в портфелях которых вес акций превышает индикативный уровень, на 17% превышало число тех, у кого этот вес был меньше, месяцом ранее 3% Текущий рост показателя стал самым сильным с декабря 2016 года, после победы Дональда Трампа в президентской гонке Тем не менее инвесторы по-прежнему сохраняют высокую долю наличности в своих портфелях По данным Bank of America Средняя доля наличных в портфелях управляющих в апреле осталась на уровне марта 4,6% В начале года были довольно слабые притоки фонда акций на фоне мощных покупок фондов облигаций, но в апреле ситуация начала разворачиваться после ралли на фондовых площадках по всему миру, отмечает управляющая инвестиционными портфелями Владимир Веденеев Наибольшим спросом у инвесторов по-прежнему пользуются акции компании развивающихся стран Число управляющих, нарастивших их долю в своих портфелях, на 34% превысило число тех, кто этого не сделал В то же время на 4% пункта вырос спрос на акции американских компаний, также закончились продажи акций европейских имитентов Американские и европейские акции все еще торгуются относительно прибыли дешевле долгосрочных средних уровней При этом акции развивающихся рынков будут главными бенефициарами дальнейшего роста мировой экономики, основной вес которого придется именно на них, отмечает партнер Алексей Дебилов Российские активы также пользуются спросом По словам Владимира Веденеева, помимо общих позитивных настроений и уверенности инвесторам добавляют цены на нефть, вернувшиеся к уровню 70 долларов за баррель К тому же заметно снизился главный риск для российских активов Доклад прокурора Мюллера не нашел связи между избирательной компанией президента Трампа и российскими агентами Отмечает Алексей Дебилов Снизив риск новых санкций А уверенное лидерство после первого тура выборов на Украине Политика с миролюбивой риторикой может открыть выход из конфликта Виталий Гайдаев Субтитры создавал DimaTorzok